Всем привет дорогие друзья автомобилисты! Такой вот интересный вопрос мне задал Виктор Палыч Чем грозит и какие последствия течь бензобака? Дайте ясное пояснение Жена брата водитель бедной Мазда Демио Меня не слушают, а зря Бак течет от повреждений наших дорожных условий Друзья мои, если у вас есть необходимость помочь своим близким материально Которые находятся за границей от вас, допустим вы в России, а не в Украине Или вы в Украине, а не в России У меня есть уникальная возможность передать перевод вашим близким Обращайтесь по этому электронному адресу Я вам все расскажу и покажу как это все делается Очень просто и быстро Итак друзья, бак течет, последствия Прежде всего это потеря топлива Второе последствие Ну конечно если бак сильно течет То потекший бензин Если вы где-то будете вдруг вблизи открытого огня Это может привести к воспламенению своему автомобилю Конечно если вы по дорогам ездите Он как бы сбрасывается этот бензин Потеки есть, но незначительно И так ездят многие Я сам знаю, что некоторые так ездят Есть очень простой метод Как избавиться от потека бензина Если вдруг появилось вот чуть-чуть Он только-только начал появляться Сочиться начал бензин И как быстро это устранить Друзья мои, мыло устраняет Очень просто Берете мыло Любое мыло Чтобы оно чуть-чуть было размягченное Возможно И просто натираете в это отверстие Где нашли дырку на баке Просто натираете мыло Это позволит вам не потерять топливо И доехать до ближайшего места ремонта Вообще Такие вещи Не оставляются на завтра Повреждения топливного бака Устраняются вчера Это в лучшем случае Ну а если уже ничего не остается То сегодня Потек бак Все, останавливайте свой автомобиль Сливайте топливо И ремонтируйте бак Или меняйте Если он пластмассовый По-другому никак Если железный бак То есть большая вероятность Что его можно просто запаять Не удивляйтесь Паяется бак Да, можно запаять Многие паяют Можно заварить Ну вы думаете Бензиновый бак не варится Варится Не обязательно его водой заполнять Допустим Выхлопными газами Закачивается туда Внутрь И потом варится То есть нюансов очень много Можно заклеить даже Мы клеили Да, приходилось У нас было на одном автомобиле Старое Mitsubishi Gallant Ну вот так получилось Что дырка в баке Что я сделал Я взял и саморез туда вкрутил Вы знаете что Так и ездил Потом пока еще купил Холодной сварки И облепил еще этот саморез Холодной сваркой Получилось что там была трещинка И просто холодная сварка не держала За счет того что трещина играла Все время И холодную сварку сколько ни накладывай Получалось что Она отскакивала Отламывалась Я когда вкрутил саморез Сделал напряжение В металле А потом все обклеил Сваркой холодной И все И забыли об этой проблеме Этот автомобиль Несколько лет еще проездил Так по моему продался Тогда и никаких проблем В общем до конца своих дней Этот автомобиль ездил Он был старый Старый С 78 года выпуска И ничего Так что все это лечится Холодная сварка тоже делается Но холодную сварку Просто вот если Течет бензин Туда никак не наложишь Если вы допустим Возьмете и заделаете К примеру мылом И у вас бак перестал течь Потом зачищаете это место И холодной сваркой заклеиваете И все И все друзья Мы обезжирили конечно И все Только не на сырую На сухую Заклеили холодной сваркой И отлично помогает Я сам лично это много раз делал Даже поддоны клеили Поддоны клеили И все в порядке Надеюсь этот видеоролик Для вас оказался полезным Если это так Ставим палец вверх Подписываемся на канал На этот канал в YouTube А также на мой канал в DZEN Вот он QR-код Направьте камеру Своего мобильного телефона На этот QR-код И вас перебросит По ссылочке на мой DZEN канал А если вы смотрите меня С мобильного телефона То просто под этим видео Есть в описании ссылка На нее нажимаете Опять же вы Переходите на мой канал в DZEN И обязательно подпишитесь На случай непредвиденных ситуаций Чтобы мы всегда с вами Оставались на связи Будьте здоровы Всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому